Любителя уборки с огоньком застали местные жители в станице Убинской. Пленку сжигали на территории бывшего тепличного комплекса прямо под линией электропередач. А черные клубы дыма было видно за несколько километров. Запах соответствующий, как будто бы горит пластик или резина. При таком сжигании полиэтилена в воздух выделяется огромное количество вредных веществ, среди которых находятся и канцерогены, способные вызывать онкозаболевания. Этот едкий черный дым не только оседает в легких, но и попадает в почву. А для чего вы поджигали вообще? А для чего вы поджигали? Вывозить же, я думал. Вывозить? Так надо, наверное, вывозить все-таки, да? А зачем полить? А вы понимаете, что это вредно для людей? Понимаю, понимаю. А вы в рамках чего действовали? Убирали? По договору или что вы делали? Да нет, просто попросили и все. Вас можете бы попросить? Бесплатно всем сделаете? Да почему этот самый? Ну, как бы знакомый, хороший. И Алексей ожидал. После общения мужчины с представителями администрации следы, конечно, замести пытались, но безуспешно. К счастью, огонь не перекинулся на близ растущие деревья. Мужчине теперь придется отвечать по закону. В Северском районе пощатили память чернобыльцев. Траурно-торжественное мероприятие, посвященное 33-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС, по традиции прошло на площади возле памятной стелы. В адрес ликвидаторов звучали теплые слова. Я хочу сказать вам огромное спасибо, несмотря ни на что. Вы не думали ни о себе, ни о своем здоровье, ни о своих семьях. По первому же призыву пошли самые пекла и предотвратили страшную тренедию, которая могла быть еще более страшной. Здоровья всем вам, вашим детям, внукам. Мы никогда не забудем ваш подвиг. Спасибо, низкий подвод. В этот день хочется пожелать всем тем, кто принимал участие в ликвидации чернобыльской катастрофы крепкого здоровья, а нам всем, чтобы данная катастрофа никогда больше не повторилась в истории. В этом году памятную стелу, символизирующую подвиг героев-ликвидаторов, реконструировали. Была заменена плитка и благоустроена прилегающая территория. Участники митинга поблагодарили всех, кто принял участие в ее обновлении. Закончился митинг минутой молчания и возложением цветов к памятнику ликвидаторам. После мероприятия в зале районной администрации прошел круглый стол. Глава муниципалитета пообщался с ликвидаторами и обсудил текущие вопросы. Участника встречи ожидал музыкальный подарок от творческих коллективов Северского района. Подвиг героев-ликвидаторов – это пример настоящего мужества и самопожертвования в одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества. В тот год почернели деревья, и лес не оделся листвой. Пустые дома и деревни пугали своей тишиной. И только чернобыльский ветер, как коршун кружил над землей, бросая губительный пепел на лук, не покрытый травой. Вы молча надели шинели, забывая про страх. На черный реактор надели бетонно-стальной саркофаг. 26 апреля 1986 года произошла одна из самых крупных техногенных катастроф в истории – авария на Чернобыльской атомной электростанции. Взрыв на одном из энергоблоков привел к выбросу в атмосферу беспрецедентного количества радиоактивных веществ. Из 30-километровой зоны отчуждения были эвакуированы 115 тысяч человек. Несколько миллионов человек на Украине, в России и Белоруссии получили различные дозы радиации. Десятки тысяч из них серьезно заболели и погибли. В активной фазе ликвидации в 1986 по 1987 годах приняло участие 240 тысяч человек, а за все время более 600 тысяч. Краснодарский край одним из первых откликнулся на беду. Среди ликвидаторов около 12 тысяч жителей Кубани, в том числе и Северского района – 262 человек. Один из них – Алексей Коваленко. С первого до последнего дня своей работы Алексей Григорьевич состоял на службе в пожарной охране, которая дал присяг Гурасы навсегда во имя спасения мирного населения. Спустя четыре месяца после аварии на ЧС Алексея Коваленко призвали в Чернобыль от военкомата. Мужчину назначили командиром группы, которая состояла из шести человек. Когда фильмам показывают, готовили нас к выходу на крышу реактора, фильмы одно показывают, а когда в реальности выходишь, там совсем другое. Там же перед этим вертолет упал был на крышу реактора. И нам необходимо, если мы на земле тренировались, выполняли работы, две секунды, то есть две минуты, 40 секунд, 50 секунд, то, разумеется, там наверху крыши реактора мы в эти данные не влаживались. Мы производили тренировки на макете балки, которая висела, кран держал на крыше реактора. И после тренировок на асфальте, после реактора. 27 октября группа под командованием Алексея Коваленко вышла на реактор. У нас выбрали 24 человека, спортсмена и мастера спорта, на выход на 39-й отметку, для установки колод, для работы, для заливки бетона, для сапога. В тот момент мужчины не думали о гибели. В первую очередь они выполняли свой долг. Они не представляли всю серьезность угрозы, невидимой и неслышимой. Они спасали тысячи жизней от радиации. В общем, выполнили свой долг, все граждане. На этом реакторе. Работа в Чернобыле стала для Алексея Коваленко серьезным ударом по здоровью. В результате двухмесячного пребывания в зоне аварии он получил серьезное облучение. Уже в декабре 1986 года у Алексея Коваленко произошла первая парализация. А в 1993 году Алексею Григорьевичу установили инвалидность с утратой профессиональной трудоспособности. Несмотря на проблемы со здоровьем, Алексей Коваленко начал активно участвовать в общественной жизни. Вот это я занимаюсь общественными делами, которые, чем могу тебе помогать людям, стараюсь, во всяком случае, помочь в моих силах. За многолетний добросовестный труд, профессионализм и активную общественную деятельность Алексей Григорьевич имеет много грамот и благодарственных писем. Но самая главная государственная награда – это Орден мужества за выполнение работ в Чернобыле и медали от Патриарха Московского и всей Руси. Стоит отметить, что высокая патриарша награда дается за особые заслуги. В России к ней представлено всего 260 чернобыльцев. Гедя в Чернобыле вошла в нашу жизнь и как беда, и как символ мужества и самоотверженности тысяч людей. В 1992 году была создана общественная организация «Союз Чернобыль», основная цель которой – помощь чернобыльцам и их семьям. Представление защиты законных прав и интересов членов организации. Сохранение памяти и патриотическая работа с молодежью. Алексей Коваленко руководит районной организацией с 2002 года. Сегодня в нее входит 158 ликвидаторов. По качеству и эффективности работы северская организация «Чернобыль» признана одной из ведущих в крае. Подвиг ликвидаторов последствия аварии на Чернобыльской АЭС вызвал чувство глубокого восхищения и благодарности не только у граждан нашей страны, но и у жителей всей планеты. Рискуя своими жизнями, герои-ликвидаторы Чернобыльской аварии смогли сохранить мир и добро на планете. Благодаря стальной воле и большому сердцу они спасли мир от ядерной катастрофы. Мы должны хранить память о Чернобыле не только как о техногенной катастрофе, которая не должна повториться, но и как о примере героизма и самоотверженности нашего народа. В станице Северска прошел и районный день призывника. Впервые мероприятие проходило на территории местного отделения ДОСАВ по Северскому району. На торжественном собрании присутствовали молодые люди, которые в ближайшее время пройдут обучение по военноучетным специальностям. После призыва вооруженной силы России они примут присягу и станут военнослужащими, достойными защитниками нашей Родины. Важность этого события разделили с призывниками приглашенные почетные гости, которые постоянно сотрудничают с местным отделением ДОСАВ. В учисле военный комиссар Абинского и Северского районов Краснодарского края Валерий Черкашин. Я хочу пожелать, чтобы учились военному делу настоящим образом. И вы должны понимать, что вы год ослуживающих, вас научат военному делу, каждую по своей специальности. Вы потом все равно будете стоять в запасе у нас до 50 лет. Пожелаю вам хорошей службы, чтобы домой возвращались через год все живые, здоровые, и всем рассказали, как в армии хорошо. Со словами приветствия к допризывникам обратился заместитель главы Северского района, атамана районного казачьего общества Александр Дедов. Мне от имени главы муниципального образования Северский район поздравить вас с этим значимым днем, с этим важным событием, с переходом уже в мужскую стадию жизни. Вы попадете в социум, который будет вас еще как мужчин дополнительно воспитывать. Поэтому вернетесь окрепшими, поздоровевшими, сильными, настоящими мужчинами, защитниками своего отечества. На торжественном открытии мероприятия с показательным номером выступил казачий военно-патриотический клуб «Восход» Союза казачьей молодежи Северского района. Северский ДОСАФ является самой старейшей автошколой на территории Северского района. За многолетнюю историю учреждения специалистами подготовлено не одно поколение водителей, как для службы в вооруженных силах, так и для народного хозяйства. Помимо этого, в отделении ДОСАФ занимаются обучением бригады спецназа. Сейчас они уже успешно сдают экзамен, и мы надеемся, что на место их придут сейчас новые ребята. Сегодняшние призывники сменят их на службы в армии, тех ребят, которых мы сегодня подготовили. Надеемся, что данное мероприятие будет проходить у нас не в последний раз. В дальнейшем будем проводить его на территории нашей организации. В рамках Дня призывника прошли соревнования по сборке-разборке автомата. Гиревому спорту, стрельбе из пневматической винтовки, снаряжению магазина 30-ю учебными патронами. Потягиванию на перекладине и эстафете, минное поле. Победители наградили памятными кубками и грамотами. Служба в вооруженных силах – это священный долг и почетная обязанность. Это не только возможность проверить и укрепить свои силы, мужество, получить новые знания и навыки, но и выполнить свой конституционный долг. Проявить любовь к своему отечеству и народу. В зале районной администрации состоялась встреча с представителями инициативной группы, активом и депутатами северского сельского поселения. Присутствующие обсудили текущие проблемы в районном центре и наметили пути их решения. В этом году в поселении состоится важное политическое событие – выборы депутатского корпуса и главы поселения. С отчетом о работе местной администрации и взаимодействии с подведомственными учреждениями выступил заместитель главы северского сельского поселения Вадим Пилипенко. После этого представители инициативной группы смогли задать свои вопросы представителям администрации. В Северском районе прошел субботник. Работники администрации, представители различных организаций и предприятий вышли на улицы своих поселений, чтобы внести последние штрихи в наведение санитарного порядка к предстоящим праздникам. В станице Северской основные работы прошли вдоль федеральной трассы и в районе улиц Таманская и Промышленная. До 1 мая остались считанные дни, поэтому каждый житель нашего района может сделать вклад в общее дело и привести в порядок свою придомовую территорию. ООО «Газпром Межрегионгаз» сообщает. Уважаемые потребители газа, в связи с техническим сбоем при выгрузке квитанций в апреле 2019 года абоненты, потребляющие газ по нормативам без прибора учета газа, получат квитанции, в которых отсутствует сумма к оплате по нормативу. Достоверные данные по начислениям предоставлены обществом всем платежным агентам, принимающим оплату за газ. Внимание! Вы можете произвести оплату любым удобным способом на почте, в банке, а также в кассах наших участков по месту жительства, исправив квитанцию собственноручно на сумму начислений за предыдущий месяц. По всем вопросам просьба обращаться на участки поставщика газа по месту жительства. Контактные сведения и электронную почту участков вы можете найти на нашем сайте mrgkrasnodar.rf в разделе «Контакты». Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Россия переходит на цифровое телевидение. Боитесь, что в один момент окажетесь перед черным экраном? Этого не произойдет, если вы правильно настроите технику. Присмотритесь к логотипу федеральных каналов. Если видите рядом букву «А», то вы смотрите аналоговый сигнал. Как проверить, поддерживает ли ваш телевизор цифру? Еще не выкинули инструкцию к своему телевизору? Ищите в ней указания о наличии встроенного тюнера стандарта DVB-T2. Кроме того, телевизор должен поддерживать формат MPEG-4. Нашли? Тогда вам ничего не надо делать, просто включить поиск каналов. Если вы покупали телевизор после 2012 года, скорее всего он поддерживает нужный стандарт. Если же телевизор старый и тюнера в нем нет, то нужно докупить специальную приставку. В продаже их множество. От самых простых и недорогих, до более продвинутых, с дополнительными функциями. Например, возможно запись любимых программ и даже установка караоке. Главное – посмотреть, какой вход есть у вашего телевизора. Старый RTA, так называемый тюльпан, или более новый HDMI. На приставке должен быть соответствующий разъем для подключения. Чтобы подключить и настроить приставку, внимательно изучите инструкцию. Не забудьте про антенну. Ее придется поменять, если она была куплена до 90-х годов. В случае плохого приема сигнала к ней может понадобиться усилитель. Теперь все каналы в самом высоком качестве и никаких помех. Розовые, бордовые, желтые и разноцветные. Тысячи тюльпанов украсили Никитский ботанический сад в Ялте. Среди них более 300 новых сортов. Возникла необходимость создания сортов местной селекции, которые были максимально адаптированы к нашим условиям произрастания, которые цвели продолжительное время. И такие сорта получены. Тюльпаны в Крыму выращивают с 1929 года. На традиционной весенней выставке в ботаническом саду селекционеры демонстрируют новые сорта. Сейчас 365 гибридных сортов тюльпанов проходят оценку. Сотрудники сада надеются, что большинство из них или даже все будут признаны официально. В мире насчитывается более 6,5 тысяч сортов тюльпанов. Появились они благодаря терпеливой работе селекционеров. Тюльпаны зацветают только на 5-6 год, после того, как высеяны будут семена. И это очень длительный срок. Не каждый селекционер может дождаться результатов своей работы. Никитский ботанический сад был основан в 1812 году по указу российского императора Александра I. Выставки тюльпанов здесь проходят уже более 10 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok